Краткая история Крестовоздвиженской общины города Барнаула. В 1972 году уехал последний житель из посёлка Потеряевка Мамонтовского района. Преступная политика КПСС КПСС по укропнению сёл увенчалась успехом. И уже в следующем году, летом 1973 года, мы, верующие православные христиане, близкие по вере и жизни Слабкиным Игнатием Тихоновичем, приехали туда отдыхать. Эти поездки в бывший посёлок Потеряевка продолжались с ранней весны, за берёзовым соком до глубокой осени. Косили трубчатый камыш по льду для шалаши заранее. Приезжая, устанавливали высокий шестиметровый крест. Поднимая восьмиконечное знамя победы над врагами, пели «Кресту твоему поклоняемся, владыка!» Это поднятие, воздвижение животворящего оружия на дьявола, так и сияет перед глазами. Миру, лежащему во тьме, явлен маяк любви Христовой. Неофициально лагерь-стан для труда и отдыха детей стали называть крестовоздвиженским. Я, Лапкин Игнатий Тихонович, родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог, загробная участь, рай и ад, смладенчество. Но по Евангелию уверовал во Христа только 27 сентября 1962 года в 17.00, в день воздвижения креста Господня. Полюбил Христа и Библию. Занимаюсь исследованием Слова Божия почти 40 лет. Родившись в старообрядческой, беспоповской, киржатской семье, получил Библию у пятидесятников-баптистов в городе Венспилс, Латвия. Великий Бог во Святой Троице сохранил меня в православии, который я обрел не только от наставлений матери моей Марии, от дедушки, отца матери Егора, но и от дяди Степана, брата моего отца Тихона, который, как и дед, по отцу Дмитрий, принадлежал к старообрядцам Белокреницкого согласия. Там надо мной и братом моим, и Акимом, он моложе меня на пять лет, и довершил миропомазанием отец Роман, Павлов, тайно на дому в 1962 году. Так как крестивший нас троекратным погружением, наставник староверки Ржак, дедушка Терентий, не был рукоположенным священником в село Урывка. Обратившись, уверовав во Христа по Евангелию, пошел в храм Московской Патриархии в городе Венспилсе, и что же увидел курящего пьяного священника? Спросил Евангелие на русском языке. Мне ответили, что батюшка его пропил. Библию я уже прочитал за три с половиной месяца и многое запомнил. Законспектировал, проповедовал с кафедры у баптистов и на корабле Черноморец, где работал матросом первого класса и учился на штурмана. В отпуск летел скорее за тем, чтобы засвидетельствовать о радости, что Христос умер за мои грехи, что принял меня. Заехал в Московскую духовную семинарию-академию. Долго беседовал со священниками, семинаристами. Первое потрясение не прошло за сорок лет. Это же находил везде, где бы ни был. В Москве, во всех республиках и зарубежья ни люди, ни прихожане, ни священники в большинстве не любят и не знают Библию Христа и не хотят знать. Проповедь, призыв к ним вернуться к апостольскому служению, вызывал везде только страшную злобу, угрозы. Меня хватали, предавали, сажали. Страшное обмерщение, безобразное, беспорядочное шатание массы, базар, тьма духовная, и с каждым годом все гуще, темнее. Полностью опоганенное, обмерщенное, неевангельское, антиканоничное православие. Что делать? Где выход? Мы пытались помогать священникам, образовывали библейские курсы в Барнауле. Но покаявшихся, обратившихся от тьмы к свету мы не могли сохранить, ибо возвращали их в ту же беду, в московскую патриархию. Попы-чекисты предавали нас, писали списки в КГБ, в милицию, куда идти. Долго искали хороших батюшек, истинного епископа. Как избавиться от симонии, платы за таинства, требы? Как убрать торговлю из храма? Где можно было бы правильно крестить? Как церковь может стать ни проходным двором, ни базаром? Как добиться тишины, порядка, чтобы все каноны соборов соблюдать? Везде яма и тупик, полная безысходность. В секте – смерть. Там нет истинно рукоположенных, преемственно от апостолов и епископов, священников. Хотя и проповедуется Слово Божие, но с великими заблуждениями и ересями. Во всех сектах – так, начиная с баптистов, адвентистов, пятидесятников. А в официальной государственной церкви – хаос и бедла, самотек. Ситуация никогда и не была под контролем. Деяние 5.13 Да, там никто в этом и не нуждается. Создана совершенно новая религия под именем и внешностью православия. Главное там – уставное богослужение и требы. И везде деньги. Тотальная ложь, трусость и корысть. И для этого нужны красивые здания и храмов, купола, мощи, мироточивые иконы, чудеса, канонизации, ризы, кадила, наемные хоры безбожников. И всюду деньги, деньги, деньги. Писал об этой беде и патриарху Пимену, и митрополиту Новосибирско-Алтайскому Гедеону. В ответ – гробовое молчание. Затем – тюрьма. Лагерь. Я все годы молился и подавал милостыню, чтобы рухнул богоборческий режим – кровавая комарилья Коммунистической партии Советского Союза. Чтобы вернулся в Россию Солженицын Александр Исаевич. Чтобы в церкви зазвучало Слово Божие на родном, понятном языке. И в церкви были только свои, не чужие. Был во всем стройный порядок, тишина, братство, любовь. Помню лето 1980 года, когда в православие пришел Генрих Фаст из Меннонитов. Ныне он благочины Енисейского округа. Мы рассуждали, планировали, что и как устроить. Чтобы Дух Божий царствовал в церкви. И ни к чему не могли прийти, ибо все упирается в правительственную, не обновленческую московскую патриархию. У старообрядцев со священством застой, нежизненность, нелюбовь к Библии. Католицизм, папство, враждебно России, полно ересей, лжи. Началась перестройка. Гениальный замысел масонства через Михаила Сергеевича Горбачева. Гласность, свобода, открытие железного занвеса. Стали известными приходы Русской Православной Церкви, сохранившиеся за границей от первой белогвардейской эмиграции. Появилась реальная возможность остаться православными. Иметь законного епископа и священника, не связанного с КГБ и КПСС. О Русской Зарубежной Церкви мы не только не слышали до того, но даже и не знали о ее существовании. Открытие приходов РПЦЗ, Русской Православной Церкви за рубежом, в России – промысел Божий. На 70-летний вопль страдальцев в вузах и катакомбах тех, кто и страдался душою, ходя в храме МП Московской Патриархата, видя предательство и обмерщенность, пронизавшие все, что соприкасается с церковной иерархией. Для таких открытий приходов Русской Православной Церкви за рубежом – великая милость, дар Божий с неба, ответ на слезы и молитвы. Нас не нужно было уговаривать, рассказывать о РПЦЗ что-то хорошее. Мы бросились к ним, как узник, увидев отворенную тюрьму, бежит к свету, к свободе. Не идеализируя нравственность в РПЦЗ за 10 лет существования, мы убедились в ее относительном здравии и в свободном функционировании нашей общины, и священник от нас не переместили на другой приход, прислав другого без учета мнения общины. Прошедшее десятилетие стало золотым для нашей маленькой общины, образованной с нуля. В 1989 году гонения от архиепископа Феодосии Омского побудили пятерых священнослужителей подать прошение в Синод РПЦЗ принять их под свой амафор. Среди них был отец Евтихий, ныне епископ Ишимский и Сибирский, и отец Иоаким, наш батюшка. Первые богослужения свободной церкви были в поселке Потеряевка в детском лагере Стане в большой армейской палатке с пристроенным алтарем. В Барнауле стали проводить первое богослужение на улице Никитина, 147-1, на втором этаже старого деревянного дома, наклонившегося на улицу. Архиерейский Синод РПЦЗ издает указ за номером 7-90-12 от 14 января 1991 года. Согласно вашего прошения, с благословением митрополита Виталия, Крестовозвиженская община города Барнаула принимается в лоно Свободной Российской Православной Церкви. Ничего не зная об этом указе, мы проводим официальное собрание общины в городе Барнауле 19 января 1991 года. Вот его копия. Протокол собрания общины верующих Свободной Российской Православной Церкви. На повестке вопрос об утверждении Приходского устава Крестовозвиженской общины СРПЦ Тамбовской епархии города Барнаула. В целом устав принят единогласно. Нормальный устав от Синода. С внесением следующих изменений в параграф 33, пункт 3, гласящий. Заведует продажей свечей. Заменить на следующий. Следит староста за тем, чтобы не допускать никакой продажи ни в храме, ни на территории, входящей в церковную ограду. Свечи должны быть только чисто восковые, без примеси иных веществ. Чисто растительного происхождения должен быть и елей, масло в лампадках. Свеча, как все сожжения, должна сгорать до конца. Принимать добровольные пожертвования на общей свечу в виде воска, свечей, масла. Изменения в параграф 33, пункт 4. Исключить слово-присягу, как клятву, запрещенную Иисусом Христом. Заменить словами. Приносит обещание служить по совести, как самому Христу. Подписи членов общины. 1. Лапкин Игнатий Тихонович. 2. Конева Валентина Павловна. 3. Яковлев Виктор Андреевич. 4. Яковлева Мария Федоровна. 5. Черепанова в девичестве Попова. 6. Надежда Андреевна. 6. Шубина Зоя Николаевна. 7. Петеримова Алевтина Пантелеевна. Для регистрации общины нужно было 10 человек. Поговорили со старыми знакомыми в Барнауле и в Усть-Тальменке. Собрали 20 подписей, сочувствующих, но не единомысленных. 7. На Пасху 7 апреля 1991 года митрополит Виталий прислал благословенную грамоту Лапкину Игнатию Тихоновичу. Лапкину Игнатию Тихоновичу преподается нами Божие благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность, проповедь Слова Божия, защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви. Еще 10 декабря 1990 года в номере 27, в скобках 367, газета «За науку» Алтайского государственного университета публикует материал «Мы отошли лишь от Московской Патриархии», заявление на регистрацию общины и на получение Никольского храма. Газета «Жизнь Алтая» за 14 декабря 1990 года, номер 7, в скобках 1753, повторила это заявление без сокращений, рядом с посланием Архиерейского синода РПЦЗ от 3 по старому стилю 16 мая 1990 года и о расстреле царя Николая II. Газета «Молодежь Алтая» кратко повестила о заявлении об открытии прихода РПЦЗ. Как назвать общину? Поднятие креста над лагерем Станом видится как прообраз проповеди о кресте в России. 1 Коринфянам 1.18 Креста Воздвиженская Нам предлагают начать ходатайство за бывшую часовню в парке Меланжевого комбината, где ныне находятся планетарии, в декабре 1990 года. Попытка узнать историю часовни и ее название в архивах не обнаружены. Ответы администрации отрицательны. Наконец узнаем, что в здании планетария располагалась Креста Воздвиженская церковь. Совпадение? В Барнауле действовала старообрядческая Креста Воздвиженская община до расстрела ее священнослужителей в 1937 году. В ней было 672 человека. Из них 348 проживало в городе Барнауле. Община была зарегистрирована 28 мая 1908 года. Церковный совет из 8 человек. Иерей Игнатий Тихонович Чучалин. Дата моего рождения по старому стилю – 28 мая. Примечание Игла. Игнатий Тихонович Лапкин. Как будто все повторилось. Совпадение? Начинается мытарство из-за отказа регистрации общины. Лапкин Игнатий Тихонович только в отделе юстиции был принят 32 раза. Суздальский архимандрит Валентин Русанцев направил в краевой отдел юстиции предупреждение, что в случае препятствий регистрации нашей общины он будет жаловаться. Благодаря этой помощи отдел юстиции Алтайского края исполкома выдает свидетельство о регистрации устава религиозного объединения от 6 декабря 1991 года номер 23. Крестово-Азвиженской общины города Барнаула Суздальской епархии Российской Православной Свободной Церкви с подписью В. Ульянов. Случайно? 11.08.95.23 зарегистрирована Крестово-Азвиженская община РПЦЗ. Несмотря на яростное сопротивление от Московского Патриархата. Их клеветнические статьи в печати, выступления СМИ. Община прошла перерегистрацию 14 декабря 1999 года. Сегодня в общине 72 взрослых и 16 детей, отступивших, запрещенных, покинувших общину 45 человек. Из тех, кто принял правильное крещение, 17 человек торговали на базаре. Почти все до единого стали отступниками. Исполнилось 10 лет со дня принятия официально нормального устава, присланного из Синода. Можно сказать, община состоялась. Действует и внутрицерковный устав из 16 правил. Все, что было задумано по устранению нарушений канонов, а их нарушается 413 из 719 действующих ныне, практически ни один канон не нарушается. В поминальниках общины за здравие и упокой вписываются только верующие православные христиане, о которых известно, что они были во Христе, за неверующих и посторонних специальное прошение об обращении их ко Христу. 1. Исповедь и причастие в полной тишине. Только наедине. 2. Крещение только в полном троекратном погружении. 3. Действует оглашение, катехизация. 4. Оглашенные изыдети регулярно совершаются на литургии. 5. Без батюшки, так называемое апостольское служение. 6. Все библейские тексты, кроме чтения Евангелия в алтаре, читаются на русском языке. 7. Есть курсы обучения. Истинное крещение. Все члены общины крещены только через троекратное погружение. 8. Истреблена торговля. 9. Действует епитемии по каноническим срокам. 10. Церковно-приходской совет избирается открытым голосованием. Дает ежегодный отчет. 11. Действует сестричество, быстро реагирующие на нужды. 12. Больные, роженицы, праздники, обеды, приезжие, сбор средств. 12. Принятие быстрых решений и притворение их в жизнь. 12. Работа в тюрьме. 13. Содержание детского лагеря стана. 14. Обихожная группа глухонемых из семи и более человек. 15. По тексту написанному крупно от руки. 15. Следят за богослужением. 15. Снабжаются овощами немощные. 15. Получен дом для богослужений и собраний. 16. Два общежития для нескольких братьев и сестер. 16. Посторонним вход в церковь абсолютно закрыт. 17. Сохраняется доброе отношение со священниками, епископами, с синодом РПЦЗ и с епископом Алтайским Московского Патриархата. 18. Есть где принять на ночь, обиходить приезжающих. 19. Уникальность общины в том, что восстановлен авторитет Святой Библии, как вечного светильника, абсолютного авторитета. 20. Детей стараются называть по календарю. 21. Есть исполнители-наблюдатели, не допускающие нарушений устава, формы одеяния, порядка, тишины. 22. Чтобы решения совета общины были притворены в жизнь, не нарушались. 22. Платится десятина на содержание священства. 23. Чинно, бесплатно совершаются все таинства и требы. 24. Произносятся на каждом богослужении проповеди и чтения по учению. 25. Есть небольшой клирос, библиотека, касса взаимопомощи. 26. Нет бреющих, подстригающих бороду. 27. Среди сестер нет использующих косметику, украшения, мужское одеяние. 28. При богослужении все в благочестивой форме одеяния. 28. На богослужении не допускается разговор даже шепотом. 29. Не допускается хождение по храму во время богослужения. 30. Опоздавшие пишут объяснительные и на литургии стоят с неверными, до оглашенной изыдите, вечером до еле упомазания. 30. Община духовно очень слабая, малоактивная. 31. Активных членов не более 15 человек, то есть около 20%. 31. Кто не оценил уникальности общины, просто числятся в списках, они все равно отпадают. 31. Первейшая, наиглавнейшая задача всех – смирение, молитва, пост, милостыня, проповедь Евангелия, взаимопомощь, борьба с самостью. 31. Бессовестьем и непослушанием. 32. Это ежедневно. 33. Познавать священное писание, волю Божию. 34. Жить в любви, в духе святом. 35. Искать пользы не только для себя, даже и в духовном. 31. Члены нашей общины среди недели, когда есть двунадесятый праздник, 36. Но нет нашего батюшки здесь, имеет право молиться в храмах московского патриархата, подходить под благословение, но не исповедоваться, не участвовать в таинствах. 36. Из-за этой широты взгляда мы многих потеряли. 37. Они легко покинули общину, сказав, ухожу в московскую патриархию, то есть в мир, в никуда, все до единого. 38. Но эта позиция не позволила нам скатиться в огульное отрицание благодати в московской патриархии, как случилось со старобрядцами и суперправославными зарубежниками. 39. У нас чтец в храме может говорить проповедь. Редчайшее явление в православии. 39. Выдаются характеристики уезжающим в иную местность. 40. Требуется характеристика и от приезжающих. 35. Не разрешено попрошайничество без мирной грамоты. 36. Свечи только чисто восковые, самодельные. 37. Свечи ставятся людьми из причта. 38. Братья обязаны отслужить в армии, но без принятия присяги, на альтернативной основе. 39. В общине символ веры читается по древле православному и в Духа Святого, Господа Истинного, Животворящего. 40. Полная свобода перстосложения до и после реформенного, двух- и трехперстного. 41. Оглашенным дается два поручителя. 42. Срок оглашения для приходящих из мира от блудной жизни до трех-пяти лет. 43. Пост ненарушим для всех. 44. Священник не посягнет давать разрешение ни на что, кроме вина и елия, больным, престарелым, роженицам и малым детям. 44. Ситуация в храме, в церковной ограде, во всех помещениях при церкви под полным контролем. 45. Постоянно на занятиях в церкви и после собрания отвечаются, разбираются возникающие вопросы, конфликты, нужды. 46. Детям есть комната, место для игр до и после богослужения. 47. Есть трапезная, украшенная библейскими текстами и картинками. 47. Там совершаются прекрасные трапезы в дни торжества, памяти, бракосочетаний. 48. Организуются собрания для апостольских служений, работы, учебы, отдыха, подготовки к богослужениям. 48. Данные паспортные всех приходящих, вплоть до епископа и священников, вносятся в книгу посетителей. 49. 50. После 10 октября каждый год – общегодовое собрание, где дают отчет староста, члены церковно-приходского совета, исполнители, наблюдатели. 50. Любители ничего не делания упиваются изречением святого Серафима Саровского. 51. Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. 51. Побывав в нашей общине на занятиях, узнав порядки и дисциплину, делают вывод – строго, сурово, нет любви, а все каноны да правила, запреты нельзя. 51. А вот если бы изменили свое отношение к приходящим, пошире открыли дверь, входа в общину, экономии напустить, то в общине было бы намного больше. 52. Ну зачем эти бороды, пояса, форма? 53. Бог сотворил человека свободным, а вы их делаете рабами, угнетаете, давите. 53. Отвечаем. 53. Если вы как тренера чемпионов мира и знаете все, а чего бы вам не стать самим чемпионами, не создать общину? 54. Пусть не такую, но чтобы, хотя не все 49 пунктов, указанных выше, но главное содержали. 54. И оказывается, что все советчики на деле ничего не могут создать. 54. При самом начале, еще в проекте, мы пошли самым трудным узким путем. 55. На первое место – Святая Библия, евангельские заповеди, рождение свыше. 55. Оживить все до единого канона соборов, строгость во всем, опыт первоапостольской церкви, епитемии, отделенность от мира. 55. Только из-за запрета брить, подстригать бороду мы потеряли до десяти молодых юношей. 56. Запрет ходить без пояса, запрет косметики, еще большее число людей оттолкнул от общины. 57. Нарушение формы одежды, запрет быть на богослужениях в джинсах и свитерах для мужчин – тот же результат. 58. Край платья у сестер не выше десяти сантиметров от пола – та же реакция. 58. И ухожу в московскую патриархию. 58. И только через десять лет наступила тишина. 59. Не тысячи, но сотни единомысленных в православии. 59. Возможно ли? 59. На общем собрании общины 4 апреля 2001 года все единодушно согласились ежегодно отмечать рождение крестовозвиженской общины в первое воскресенье после 19 января. 59. О церковной дисциплине. 1. Торговля категорически запрещена в храме и в церковной ограде. 2. В храме не разговаривать даже шепотом. 3. Пост строго обязателен для всех христиан и оглашенных. 4. Апостольское правило 69. Шестой вселенский собор 58 правило. Святого Тимофея правило 8 и 10. Новая скрижаль. Страница 248. 4. Нарушающий пост отлучается от причастия на два года. Настольная книга священнослужителя. Том 1. Страница 535. 4. В алтарь мирянам и женщинам не входить. Шестой вселенский собор 69 правило. Лайдикийский собор 19 и 43 правило. 5. Свечи только чисто восковые. Без малейшей примеси. Библия. Исход 27-20. Левитам 10-10. Изыки Иля 22-26. Апостольское правило 72. Новая скрижаль. Страница 43. Симеона Соломского. Глава 25-134. Елий натуральный. Невазелиновое масло. Стоглав. 44 правило и 47. Шестое. При возгласе оглашенной изыдите им выходить в притвор. Также и отлученным за грех. Кроме куб настоящих. 1. Вселенский собор 14 правило. Карфагенский собор 58 правило. Неокессарийский собор 5 правило. Новая скрижаль. Страница 50. 52. 196. 358. Седьмое. На богослужение не опаздывать. Не уходить до окончания. 1. Вселенский собор 14 правило. Карфагенский собор 52 правило. Неокессарийский собор 5 правило. Опоздавшие верные стоят в притворе до оглашенной изыдите. Вечером до еле упомазания. Восьмое. На молитве стоять благоговейно. Ноги вместе. Не подгибая. Не оглядываться. Руки не держать сзади. Поклоны строго по уставу. Правильно. Девятое. Детям не создавать шум. При крики выносить их. Десятое. Мужчинам не носить галстук. Женщинам мужской одежды. Второзаконие 22.5. Шестой Вселенский собор 96 правило. Стоглав 38 правило и 90. На богослужении всегда быть в поясе. Рубаха на выпуск. Нежелательно быть в джинсах. Свитер можно только под рубашку. Первое царство 18.14. Ефесянам 6.14. Женщинам строго платок. Волосы совершенно закрыты. Руки закрыты до кистей. Край платья не выше 10 сантиметров от земли. Никаких украшений. Косметики никогда. Одиннадцатое. Крещение совершается только над прошедшими катехизацию. Над истинно уверовавшими в Иисуса Христа. Правило 14 апостола Павла. Шестой Вселенский собор 78 правило. Лао-Дикийский собор 45 по 47 правило. В полное троекратное погружение. Обливание, мочение, крапление, закрещение не признаются. Неуверовавшие, непогруженные считаются некрещенными. Апостольское правило 50. Все таинства и требы совершаются бесплатно. Для неверующих не совершается ни крещение их детей, ни отпеваний, ни других таинств и треб. 2 Коринфянам 6.14-15. Апостольское правило 47. Первый Вселенский собор 2 правило. Шестой Вселенский собор 96 правило. Седьмой Вселенский собор 8 правило. Василий Великого 1 правило. Новая скрижаль. Страница 365. 12. Во всем соблюдать главенство мужа. При подходе ко кресту, к причастию первые. Без нужды 3 воскресных дня к ряду, презревшие богослужения, отлучается. Шестой Вселенский собор 80 правило. Гангерский собор 5 правило. Антиохийский собор 2 правило. Четырнадцать. Табаку курение, пьянство, бродубритие, волшебство, зрелище запрещены. Пятнадцатое. За порядком в храме наблюдают староста и стражи у дверей. Число 1, 53, 8, 26. Деяние 5, 13. Шестнадцатое. После окончания богослужения или до начала подойти к незнакомым и вновь пришедшим, оказать им внимание, по возможности ответить на их вопросы. Это должно быть вывешено в каждом храме. Об оглашенных. Храм назначен для верных. А притвор для оглашенных и кающихся, которые не получили еще права входа в храм. Ладикийский собор 19 и 43 правило. Шестоднев 69 правило. Новый скрижаль, страница 14. Притвор есть третья часть храма. И как предхрамье. От молитвенного или среднего храма отделяется особенной стеной, в которой находится одна или трое дверей. В притворе во время поучений и некоторых церковных служб по правилам велено было стоять оглашенным, то есть готовящимся к окрещению и кающимся. Оглашенный есть по учающейся вере и о святом крещении, как сказано в кормче книги, лист 24. То есть оглашенным называется тот, который принят в число готовящихся к окрещению и через поучение живым голосом научается вере, или оглашается и приготовляется к святому крещению. Подробно об оглашенных. Итак, к числу оглашенных теперь принадлежат младенцы некрещеные, те, которые в плену у язычников находятся и веры своей не может открыто исповедать, иноверцы, обратившиеся в нашу веру и требующие миропомазания, и, наконец, кающиеся и отлученные от святого причастия. Сверх того к оглашенным могут быть причислены и те, кои удаляются от церкви и живут в нераскаянии. Наконец, и всякий верный, побуждаемый совестью, должен самого себя полагать в числе оглашенных и молиться вместе с теми же оглашенными, дабы Бог очистил его тайные согрешения и не попустил ему входить в большие уклонения в деле веры и благочестия. Новый скрижаль, страница 44-45. Кающийся четырех родов. Подробно страница 49-53. Посему священник, готовящийся приступить к всему священно действию, начинает изводить от ликоверных несовершенных, то есть оглашенных. С оглашенными некогда изводились и кающиеся, то есть находящиеся под запрещением. Святой Герман кающихся причисляет к оглашенным. Помолитесь оглашенные Господеве, то есть непосвященные, ненаученные, некрещенные, исповедавшие грех и еще состоящие под епитиями. Симеон Солунский это изведение оглашенных и весь затем следующий великий выход таинственно уподобляет второму пришествию Господню. Ипотиакон не должен оставлять церковных дверей, дабы смотреть за изведением из церкви оглашенных и кающихся. Посему на Ектиньи говорится, елицы верные, то есть оставайтесь в храме, чтобы созерцать жертву святых тайн, а изыдете все непричастны сему. Оглашенные, как готовящиеся к окрещению или просвещению, тотчас по прочтению сугубо и к тени должны быть выведены. Приблизительные вопросы к оглашенным и спрашивающим себе крещение. 1. Расскажите о своей вере в Святую Троицу. Кем для вас является Иисус Христос? Почему и спрашиваете себе крещение? Подробно о причине, когда это желание появилось. Уменьшилось ли оно? Твердо ли? Почему именно здесь решили принимать крещение? Обещаетесь ли оставаться членом Святой Российской Православной Свободной Церкви? Второе. Какие нарушения в религиозном-нравственном отношении были за время вступления в число оглашенных? Соблюдали ли посты, в том числе среды, пятницы? Последний Великий Пост целиком ли постились? Третье. Обрели ли свободу во Христе Иисусе от домашних своих, родителей, супруга, соседей, на работе, чтобы всегда посещать богослужения нашей Церкви не менее двух раз в неделю, в субботу вечером и в воскресенье на литургии? Всегда ли вы ходите из храма при возгласе «Оглашенные изыдете»? Обещаетесь ли сохранить всеми силами свободу во Христе во всем и особо на посещение богослужений? Вера в душе – смерть. Есть неприкрытое отречение от спасения, от движения вверх, вперед. Четвертое. Твердо ли обещаетесь исполнять написанные в Библии «Каноны соборов», «Книга правил», «Устав нашей общины», «Правила церковной дисциплины» в шестнадцати пунктах? Пятое. Обещаетесь ли быть живым свидетелем о смерти и воскресении Христа, приобретать души для Христа, для Царствия Небесного? Проповедь, свидетельство и жизнью, и словом везде, тайно и явно. Шестое. Разрешили ли свой семейный вопрос? Зарегистрированы ли? Если да, то супруг, супруга, является законным, законной, и до смерти его, ее, не имеешь права соединяться с другим. Седьмое. Ваше отношение к людям с двойным дном, к наушникам, сексотам, разглашающим тайну. Грех Иуды устрашает ли? Пишите ли стихи? Рисуете ли? Что и как? Ведете ли дневник? Веришь ли снам, приметам? Слушаешь ли сатанинскую музыку? Какая норма по времени на сон? Не более семи часов. Умеете ли вставать рано? Какая трата на еду? Упражняешься ли постоянно в белосердии? Подаяние милостыни? Ухаживаете ли за больными? Посещаете ли больных? Участвуйте ли в похоронах, поминках? Порвали ли с вредными и безбожными друзьями? Восьмое. Выучили ли молитвы? Отче наш, верую, достойно есть Богородица. Девятое. Обещаетесь ли слушаться, подчиняться своему духовному отцу и наставнику во всем, что касается спасения? Готовы ли советоваться, обращаться к нему за разъяснением? Готовы ли поставить под контроль все свои поездки? Десятое. Своими ли руками добываете на пропитание? Или все время тянет в коммерцию, в начальники, руководители? Не иметь и от внешних порицания, не кричать во гневе и раздражении. Одиннадцатое. Не надмиваетесь ли, не превозноситесь ли, бойтесь ли слова прелесть? Не гордись, что тебе все легко, и уже в тот грех не попадешь. Святые отцы советуют никогда не встречаться с теми, с кем имел грех, особенно плотское соитие. Беги из этой местности. Не ходи и мимо того места. Беги и не оглядывайся. Дьявол будет искушать мыслью спасти своего партнера-блудника, засвидетельствовать ему. Жалеть его будешь больше себя самого. Беги от таких мыслей. Совместная ли квартира, дача, дело, дети ли – все это не стоит разговора, если это несет в себе смерть души. Уповай на Господа. Беги прочь от греха. Воспитание детей – доверься Господу. И все методы воспитания, принятые от людей, если они вопреки Библии, почитайте за ничто. Не бойтесь мнения людей, кто что скажет. Раб чужого мнения не угоден Господу. Галатам 1.10. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога, людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Желаешь обелить себя в очах Божиих, позволь очернить себя в глазах людей. Святуан Златоуст говорил, мнение людей неверующих – это то же, что крик, вороны, жужжание жука, писк комара. Евангелие от Иоанна 5.44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищите? Если работа греховна, перемените ее. Уйдите из учебного заведения, если работа будет не по Евангелию. Заявление о крещении Я, инцалу пишется, Уверовав в Господа нашего Иисуса Христа, принимаю Его как моего Спасителя. Добровольно желаю принять святое крещение, восставление грехов и быть членом Святой Православной Церкви. Прошу внести меня в число оглашаемых, готовящихся к окрещению. Обещаюсь исполнять святые евангельские заповеди и посты Православной Церкви и все, чему научаюсь на подготовительных занятиях. Согласно Слово Божие и правил Святых Соборов и Святых Отцов Церкви и бесспорно соблюдать правила церковной дисциплины. Мой возраст, адрес проживания, дата, подпись, поручители, их должно быть двое, пишется их фамилия, имя, отчество, адрес проживания, дата, подпись. Заявление для крещеных о принятии в общину. Настоятелю Крестово-Озвиженской общины города Барнаула от инициала фамилии, имя, отчество. Прошу принять меня в общину. Я верю в Господа Иисуса Христа, как в моего Спасителя. Уверовал или уверовала время, место, через кого и через чью проповедь, что послужило обращению ко Христу, в каком возрасте, пишется подробно. Принял или приняла святое крещение, время, место, кем крещен, в полное троекратное погружение. Обещаю исполнять святые евангельские заповеди и посты Православной Церкви. И все, чему научаюсь на библейских курсах нашей общины, согласно Слову Божию, правил святых соборов и святых отцов Церкви. Бесспорно соблюдать все правила церковной дисциплины в 16 пунктах и подчиняться всем решениям нашей Церкви. Общины беспрекословно ставится дата, подпись, возраст, адрес, телефон, поручители, свидетель моего крещения не менее двух, также пишется их адреса, телефоны, возраст. Продолжение следует... Продолжение следует...